Билд волшебницы С его помощью можно прямо-таки начинать прокачку нашего героя с первого уровня Все предметы, которые я буду показывать в этой сборке, они абсолютно все дешевые То есть или падают с земли, или мы покупаем у вендеров, которые проводят азартные игры Или же мы их усиливаем с помощью нашей Чарси Чарси это кузнец первого акта Сейчас будет немного теории Кому эту теорию не интересно слушать, то обратите внимание на тайм-коды И по этим тайм-кодам переходите прямо туда, где будет идти непосредственно разбор билда Но я расскажу некоторые нюансы Дорогие друзья, в этом геймплее я буду делать акцент чисто на одну стихию И это с поправкой на то, что мы будем играть в пати Почему я говорю про пати? Потому что когда мы будем фармить уровень сложности ад, там будут присутствовать и мунеры То есть те противники, у которых будет находиться как минимум один резист К примеру, тот же холод Да, в нашем случае нам будет помогать еще и мерк Но иногда присутствуют такие противники, у которых имеется два иммунитета К физическому урону и одновременно урон от холода И тогда это полная проблема А что в любом случае лучше играть в пати Но когда вы в итоге соберете финальную сборку Даже делая акцент всего лишь на одной стихии Плюс-минус с иммуниерами вы тоже сможете справляться Также отмечу, что мы являемся кастерским персонажем То есть тот, кто использует чары А значит, мы должны опираться еще и на брекпоинты Ну и в данной сборке мы будем брать предпоследний брекпоинт То есть 105% такого параметра, как скорость произношения заклинаний Выше брать не стоит, потому что следующий порог это 200% Также хочу небольшое сделать замечание, что умение снежная буря имеет время отклика Ну или скажем так, небольшую задержку Так что каст за кастом это умение использовать не получится Задержка все равно будет В любом случае персонаж получается мощный И стартовать им, ну как минимум в группе, будет приятно Ну а теперь давайте разберемся с нашими предметами Итак, первые два предмета, где мы будем поднимать скорость произношения заклинаний Это меч, ну а также щит И здесь используются рунословные рецепты спирит Напоминаю, что один предмет, что второй предмет делается из четырехсокетной болванки Что касается оружия, то спирит создается исключительно в мече И в идеальной ситуации, что там, что там, мы сможем поднять эту скорость произношения заклинаний до 35% Также, что один предмет, что второй предмет дарует нам по две единицы ко всем навыкам А щит еще и дополнительные резисты Есть тут конечно же один неприятный момент, что щит требует немаленького количества силы Сейчас мы к этому моменту вернемся А для начала я хочу вам рассказать еще о двух предметах Первый предмет это рунословный рецепт стелс Это броня, она тоже абсолютно дешевая Делается из двухсокетной болванки И эта броня тоже дарует нам показатель скорость произношения заклинаний 25% Ну и последний предмет, где мы эту скорость произношения заклинаний можем словить Это наш амулет В моем случае тут находится 10%, так же как и единица к навыкам нашей сорки И если все мы эти параметры сложим, то получится 105% Со щитом спирит в руках То есть поднимая нашу силу на 156 единиц И это в принципе не проблема, и все сорки в основном так играют Но, пока вы допустим такую силу не раскачали Можно использовать альтернативный щит, который называется Слендер Это тоже не особенно дорогой Рунаворд Как видите, он тоже дарует нам плюс одну единицу ко всем навыкам Как и параметр скорость произношения заклинаний Но правда, к сожалению, всего лишь 10% Да, используя этот щит, вы брейк не возьмете И будете находиться на предыдущей ступени Но все же имейте ввиду, что временная альтернатива есть На голову можно надеть шлем с рульнословным рецептом лор Чтобы получить плюс одну единицу ко всем навыкам Но все остальные предметы, как допустим Перчатки Одно кольцо Второе кольцо Далее пояс Затем ботинки Берите такие, чтобы поднимать на них как можно больше параметров Такие как здоровье, но также сопротивление ко всем стихиям Будет все это дело приветствоваться Теперь, что касается спутника В качестве спутника я предлагаю брать кочевника со второго акта Или же с первого уровня сложности, который дарует нам ауру защиты Или же со второго уровня сложности, который дарует нам ауру заморозки Тут смотрите сами, как вам будет играть удобнее По предметам нашего спутника, то в качестве брони и шлема берите те, которые будут максимизировать защиту вашего мерка Больше здоровья, больше резистов Все приветствуется Но в качестве оружия можно использовать идеальное оружие для старта Это рульнословный рецепт инсайд Почему? Потому что он и урон мерка будет поднимать, а также даровать будет вам ауру медитация То есть вы будете быстрее восполнять себе ману Теперь давайте разберем наш билд и сначала посмотрим на характеристики В этом геймплее нас не интересует ловкость, не интересует энергия, интересует нас сила И как я говорил, для того, чтобы взять в руки щит спирит То есть я поднимаю ее на 156 единиц А все остальные очки я закидываю в нашу живучесть Для того, чтобы поднять свой максимальный запас здоровья Не забывайте, безусловно, про резисты Напоминаю, что резисты вы можете поднимать как с помощью ваших приметов, так и с помощью различных талисманов Ну а теперь давайте посмотрим на книгу навыков Первая закладка это магия огня Здесь нам пригодится умение теплотан И туда я предлагаю закинуть всего лишь одну очко для того, чтобы быстрее себе восполнять ману Навыки молнии, тут нам пригодится два умения Первое это статическое поле, для того, чтобы как можно быстрее снимать 50% здоровья у абсолютно всех противников Допустим, того же босса Даля очко одно пригодится, такое умение как телепортация Для того, чтобы быстрее перемещаться по локациям Ну а теперь давайте перейдем в нашу основную вкладку Это магия холода И здесь основной скилл, который нас интересует, это умение снежная буря Которое открывается на 24 уровне И этот скилл мы будем потом постоянно-постоянно-постоянно прокачивать Безусловно, до максимального уровня Пока мы до этого умения не докачались Мы начинаем нашу прокачку с первого уровня Начиная с таких умений, как сначала Ice Bolt Затем открывается умение, мы начинаем прокачивать Ice Blast Ну а затем Glacial Spike И что самое интересное, что первое умение, что второе умение, что третье умение Даруют синергический баф умению снежная буря То есть усиливают рон Следовательно, их тоже мы можем прокачивать как можно-как можно выше Как вы видите, до максимального уровня я прокачал умение Glacial Spike, но также Ice Blast Кроме того, не забудьте прокачать еще и до максимального уровня пассивный навык Мастерство Холода Эта пассивка тоже будет усиливать ваши атаки Ну и в умении Ice Bolt я закинул оставшиеся очки Вот, дорогие друзья, это и все, что касается нашего билда Как вы видите, он предельно простой, а самое главное, им можно качаться с самого начала Но что касается геймплея, я думаю, тут все понятно Переходим на какую-то локацию, запускаем умение Телепорт Полетели вперед искать противников Как только видим противников, начинаем их атаковать умением снежная буря Вот и все Если перед нами попадается какой-то сложный противник, одиночный, или допустим это босс То мы запускаем умение Статическое поле Этим умением практически моментально снимаем 50% здоровья у любого противника Ну а далее добиваем, как мы нашим умением снежная буря, так и мерк Во всяком случае, своими физическими атаками Пока у снежной бури идет время отката, вы параллельно противников можете атаковать другими скиллами Или допустим Glacial Spike, или Ice Blast, что вам больше нравится Вот и весь геймплей Все просто, все несложно, очень классная сорка Мне нравится, надеюсь и понравится вам А пока что вы думаете о этой сборке, пишите в комментариях под видео Я же с вами прощаюсь, благодарю за внимание и за просмотр, не болейте Ну и желаю удачи в прокачке вашего героя Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока Субтитры сделал DimaTorzok